Всем привет и добро пожаловать в рубрику GameDevNews, рубрику в которой рассказываются новости и события в сфере разработки игр и CG индустрии. Поехали! Новым главой Unity станет Мэтью Бромберг, бывший топ инженер Electronic Arts и Зинга. Компания Unity нашла преемника Джона Ричителла, покинувшего пост генерального директора осенью 23 года после скандала с обновлением ценовой политики, более известной как Unity Runtime Fee. Мэтью Бромберг начнет занимать должность с 15 мая, а на данный момент временным генеральным директором является Джеймс Лайтхерст, и после его смещения он станет исполнительным представителем совета директоров Unity. Тем самым он еще и сменит рулова бота, и согласно документам Unity, Бромберг получит поощрительную премию при выступлении в должность в размере 2 миллионов долларов и 1 миллиона акций компании, плюсом еще опцион на покупку еще 1 миллиона акций. Тем самым его базовый годовой оклад составит 850 тысяч долларов, и также топ менеджер будет получать бонусы в зависимости от результата в компании. Вышел новый выпуск Rust Game Dev, это уже юбилейный 50 выпуск, и здесь обсуждаются различные игры и проекты, разнообразные игровые движки, статьи для изучения, и игровые новинки здесь представлены следующие. Wave Rare, это цветная логическая игра со сложными головоломками, и которая создана на пользовательском движке Rust, также известно, что она появится в стиме 20 мая. И в этой игре недавно началось закрытое бета-тестирование, у всех персонажей теперь есть голоса, а также добавлены различные функции ускорения работы, так что теперь там поддерживаются старые процессоры. Также начали поддерживать форк декомпиляции Mario 64 на джаваскрипте, так что теперь у Super Mario 64 есть серверная часть, написанная на Rust. Также вышла новая тактическая игра, где действия происходят в реальном времени и разворачиваются во времена Второй мировой. Полный список вы найдете по ссылке в описании. Вышел релиз новой версии игрового движка Default, и это версия 1.8.0. Одним из самых значительных изменений в этой версии является введение нового пространства имен, которое предоставляет прямой доступ в Box2D API. И это первый шаг в переводу физических API в их собственное расширение, над которыми они продолжают работать в течение этого года. Еще одной часто запрашиваемой функцией, которая теперь доступна, является добавление функций GUI-GET и GUI-SET. Кроме того, создатели начали работу над поддержкой веб-графических процессоров, а что касается редактора, то они исправили несколько проблем с рендерингом модели, и производительность должна быть выше при рендеринге в огне просмотра, и все известные атрибуты вершин передаются в вершинный шейдер, что означает, что теперь можно просматривать цвета вершин в редакторе. Microsoft внезапно закрывает сразу 4 студии. Это сделано в рамках переприотизации тайтлов и ресурсов. Глава Xbox Game Studios Matt Booty, хорошо кстати переводится, опубликовав письмо, в котором раскрывают подробности. Первая, Arkane Austin, студия, создавшая Prey, Dishonored и Redfall закрывается, и некоторые члены команды присоединятся к другим студиям, и текущее обновление Redfall станет последним. Вторая студия, AlphaDog Studios, эта студия также закроется, и поддержка MyFlyDoom содержится 7 августа. Tango Gameworks, создавшие The Evil Within и Hi-Fi Rush, также закроются, но Hi-Fi Rush по-прежнему будет доступна игрокам. Последняя, четвертая студия, это Roundhouse Games. Команда поддержки Zelda Scrolls Online присоединяется к Xenimax Online Studios. Также Matt пишет о том, что увольненным людям будет отказана максимальная поддержка, и все эти изменения не являются отражением способностей и навыков людей. Зато в 2024 году нас ждут Starfield Shattered Space, Fallout 76 Skyline Valley, Indiana Jones и The Great Circle, а также The Elder Scrolls Online Golden Road. Helldrivers 2 идет на дно. На фоне последних нескольких патчей, в сообществе Helldrivers 2 начало набирать популярность мнение, что Arrowhead занимается балансом так, что на это соревновательный PvP-шутер, а не кооперативная игра для 4-х игроков в отряде. И тем самым игроки недовольны, что Arrowhead делает слабее любое оружие, которое становится популярным в сообществе. И сам глава Arrowhead, Йохан Перестет, заявил, что игроки правы, и поэтому он поговорит с командой. И продолжая тему, руководитель выразил мнение, что его команде стоит реже опираться на значение оружия во время работы над балансом и больше вспоминать про другие характеристики. Ну и еще у Helldrivers 2 вышло не самое удачное соглашение Sony, из-за обязательной привязки PlayStation аккаунта. Долгое время она была не обязательной, но когда зафорсили создание акка, это сильно ударило по оценкам в Стиме, а также по репутации студии. И тем самым игру сняли с продажи в Стим более чем в 170 странах. Ну по крайней мере, компания Sony в понедельнику слышала игроков и отменила эту обязательную привязку. Ну и реакция Opera GX бесценна. За 5 дней продано более 100 тысяч копий Rusty's Retirement от Mr. Morris Games. Это симулятор фермерства, который находится в нижней части экрана. Да, это такая, можно сказать, утилита. Утилита, которая принесла 100 тысяч копий за 5 дней. Но эта игра слэш утилит доступна в Стиме. И вы можете спокойно смотреть видео, писать скрипты и одновременно играть. При этом все будет находиться на одном экране. Ну и полезные статьи. Первая. За кулиси разработчиков трэш-игр. Сколько можно заработать на мусорных играх в Стим? Здесь автор провел эксперимент и потратил 350 тысяч рублей. Это приблизительно 4 тысячи долларов. На создании 8 говно-игр, так скажем. И он смог даже заработать на них. Вот он написал про особенности мусорных игр. Про неэтичные способы продвижения. Как они продвигаются нестандартным путем в Стиме. И он опробовал все это на своей шкуре. Также он публиковался на реддите, где у него была довольно неплохая статистика. Он выкладывал тиктоки и шорсы на ютубе. Он пытался найти кураторов игр. И рассылал ключи блогерам. В общем, статья довольно интересная. И не особо большая. Даже тут есть вот такая статистика. Сколько всего он заработал, я сполерить не буду. Лучше почитайте. Ссылочки все в описании. Вторая статья. По воплощению мечты, создавая собственную игру. Здесь у автора статья про разработку компьютерной игры в одиночку. На игровом движке Unreal Engine 5. Цель статьи это найти как моральную поддержку, так и критику в свой адрес. Так как автор уделяет созданию игры по 6-12 часов в день. И он хочет знать мнение пользователей насчет игры. Понятное дело, что про саму игру он тоже рассказывает. Про ее лор, геймплей. Также он делится деблогами. Рассказывает о своих планах. Ну и также это его первая и довольно успешная статья. Так как как и критики, так и положительных комментариев он получил немало. Третья статья. По разработке игры Jim Power для 8-битной приставки из первых рук. Здесь автор рассказывает про процесс создания 8-битной игры. Также он разбирает некоторые культовые 8-битные игры. И рассказывает про то, как они были созданы. И какой они путь прошли. Где-то он даже наткнулся на раскопки. Кто-то ему просто дал материалов для этой статьи. Ну и в целом, если вы интересуетесь созданием 8-битных игр, то эта статья будет полезной. Ну и всем, кому был полезен, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Заходите в Telegram, тут много всего полезного. И также тут проходит ивент Screenshot Saturday. Где вы можете поделиться процессом в разработке, проверить свой будущий проект или просто пообщаться. Также, если у вас возникло желание меня поддержать, то вы можете сделать это на Boosty, купив подписку или отправив донат. Ну и до скорого.